Закончили вечерку с новым семейным рекордом! Ура! Ура! 20 штук, ребят! 20 штук, как это было, сейчас расскажу и покажу. Все-таки невероятная охота. Кстати, сегодня проводили эксперименты. На какие чучела больше ведутся вихря? На полнокрупусные или на скорлупки? Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня эксперимент следующий. У нас полнокорпусные чучела. Вот такие интересные. Ссылка на чучела оставлю под видео, кому будет интересно. И скорлупки. Смотрите, в принципе, со спины они немножко отличаются по цвету, а эти посветлее. В общем, сверху они одинаковые по объему даже смотрятся, когда стоят. А вот сбоку совершенно другая история. Особенно с лица, смотрите. И проблемы всегда говорят в том, что вяхер, когда летит и видит вот отсюда, хотя знаете, я что делаю? Я по ветру ставлю. Вот если ветер, они заходят со стороны, я всегда их ставлю спиной, чтобы они не увидели вот этой черноты и якобы не испугались. А здесь, как его не поставь, удобно. Он тут и на палочке может ставаться, и просто вот так. Он никуда не девается, а четко встает. И сегодня, я считаю, нужно посмотреть, на какие чучела лучше будут реагировать вахеря. Над каким будет лучше зависать, в сторону каких будет лучше налетать. Причем, таким образом их поставили, что между ними расстояние около 10 метров. Справа полнокорпусные, слева скорлупки. Обоих по 30 штук. Интересно будет проверить, что получится. Ну что? Видишь? Направо. Тихо, тихо, садиться в чучела. Только ты заранее скажи. Тихо, готовьтесь. Давайте, вот они. Что, все мимо что ли? Тихо, вон там. Все мимо. Стреляй, 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 стреляй. Есть, 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 есть. Лап с полем. Ну что, не радуйтесь. Четенько, четенько, сиба. Ну сразу два, два залетело. За крыло. Не бойся, за крыло не укусит. Тихо, вон летят. Тихо, 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 тихо. Давай спать, ну так, тихо, 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 тихо. Вон, да, она вас не идет. Нет, ну вон троечка. На, на, на. А вон там, что летят. Вот, пара заходит. Вот, смотрите, их сколько вообще на самом деле. Тихо, тихо, тихо. Тихо, приготовьтесь, сейчас я точно отреагирую. О, я вижу, офигеть, их как много. Ужас какая. Тихо, тихо, отреагируй. Отреагируй. Один точно отреагируй. Ушел. Вон над нами, над нами, над нами. Над нами, над нами. Сядьте, сядьте. Над нами прямо летят. Сядьте, 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 сядьте. Вон над нами, типа, давайте просто один над нами. Заворачиваем, приготовимся. Один сидит, он идет. Да не над нами, бля. Вон еще. Тихо, тихо, тихо. Готовы? Вот это я снял! Вот это было четко, ребята Три, 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 три Три, три, три упало Сюда, вон там Вон второй Вдалеке Ребят, как хотите Вот это у меня странно Маш, давай быстрее Маленький, да, Макс? Да И у нас вот такие вот были Налет за налетом Продолжаем тестить в этом году Иглу Нет, что-то невероятно Охота, конечно, в течение Каждого опять идут, опять идут, ребята Семерочка игла Продолжаю тестировать Все Налетаю, налетаю, приготовьтесь Тихо, тихо Давайте сажаем Ой-ой-ой-ой-ой, давайте Давайте, давайте, работайте снял я снял хорошо есть попал есть первого офигеть лапусь вон лапустик есть снял скажи есть готов того того есть дали нет хорошо и снял хорошо так прикольно справа справа иди отсюда испугались испугались подожди если завернет только да сейчас вместе пойдем поищем поищем еще 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 поищем поищем сына двое было как минимум здесь еще вот собака два вяхера спикировали метров 200 что значит собака собака обоих доброго в начале вообще если честно подумал что объемники работают лучше потому что все вихеря и налетали и садились больше на объемные чучела но буквально уже часам к шести когда охота завершалась у нас было три налета и три посадки в скорлупке поэтому в процентном соотношении сказать что лучше на сто процентов не могу эти просто внешне нравится как на поле красиво выглядит ну и больше похоже на объемного такого настоящего голубя но и эти работают неплохо поэтому вывод 50 на 50 дальше буду тестировать единственное можно сказать что эти якобы тяжелее эти легче честно скажу прессованный пенопласт ну прямо слегка слегка потяжелее но исполнение конечно ребят это что-то невероятное опять же единственный минус этих чучал это объем потому что этих можно собрать в кучу штук 30 положите будет маленький объем а здесь объем побольше но нету большой сложности на машине везде проедешь это охота поэтому эти чучела будем обязательно тестировать большое спасибо производителю недавно их увидел на рынке доволен очень нравится детализация и реалистичность сезон только начинается поэтому будем смотреть что получится оливье из верхеля отварные овощи и яйца отварные грудки час варили пока мясо от костей не отделял зеленый лук огурец соленый и зеленый горошек готовим обычно делаем из лосятины но из вяхеря он получается еще вкуснее самое главное почему вяхерь а не утка вот вяхере варишь дома не пахнет ничем прекрасно и вкусно как репчика утку варишь в онище с ума можно с этим не суть вяхериное мясо для салатов вообще в любом приготовлении подходит лучше всего поэтому оливье с мехелем мясо от костей освободили овощи почистили яйца почистили соленые огурцы приготовили лук зеленый приготовили горошек приготовили когда все почищено салат готовится всего лишь две минуты я режу вы смотрите пускаете слюни а ты готовь тарелки малы мясо шматочками потому что квадратиками не получается но вообще все должно быть одинаковое супер и вот что внутреннее филе белое оно вообще идеальное по вкусу что вот красное основное филе ну понятно из этих не приготовишь поэтому все перемешку господи посмотрите какая это красота я не знаю это никто этого не пробует никто не знает как это вкусно господи какие лоси какие гуси ребята фяхи это же это невероятно секрет успешного салата из дичи это ровно половина мяса и остальные ингредиенты тоже ровно половина у нас еще 6 картошин 1 морковина 5 яиц лук бабайка и 4 огурца и вот вопрос с огурцами если хотите чтобы салат пролежал дольше понятное дело что его не надо заправлять майонезом и огурцы добавлять только в тот объем который вы в течение сегодняшнего дня съедите мы сейчас 50 на 50 разделим поэтому огурцы я положу чуть позже а по факту осталось только посолить добавить майонез и салат готов самый вкусный салат так вкусно даже ложка стоит ладно проба но даже мечта всем приятного аппетита спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!